Приветствую вас, прочитав ваш вопрос, и вы знаете, довольно мало информации вы предоставили о себе и о своей проблеме. Вот, конечно, хотелось бы больше, более подробно, потому что проблема очень серьезная, а вы о ней практически ничего не рассказываете, практически ничего не говорите. Ну, помимо только, помимо только вот того, что с вами случилось, помимо только того, что интерес вашего мужа к вам пропал. Ну, это, знаете, следствие, а причина-то она в другом. Я надеюсь, вы это понимаете, что причина в другом. Итак, вы говорите, что после родов пропал интерес мужа к вам, значит, как к человеку и как к женщине. Давайте подумаем с вами, почему так произошло. Для начала, почему вы стали ему неинтересны, как человек и как женщина. Вот, раньше были интересны, а сейчас нет. Что изменилось? Что стало по-другому у вас? Это нужно выяснять, потому что только проводя анализ, можно будет понять, что вам делать дальше. Уже сейчас я предлагаю вам подумать, как следует подумать, что вашего мужа раньше привлекало в вас. И теперь, почему его перестало это привлекать? Опять же, вас. Что изменилось? Как видите, меня очень волнуют те изменения, что произошли в вашей жизни. Именно в вашей, поскольку это действительно ваша проблема, что мужчина потерял к вам интерес. Ну, надо подумать о том, что вы будете делать и что вы можете сделать для того, чтобы интерес своего мужа к вам возродить. Вот, по факту, что вы можете сделать? Как вы можете на него, например, повлиять на своего мужа? Как вы можете пробудить в нем интерес и так далее. В общем, нужно понять, что с вами произошло такое. Можно понять, как получилась вся эта ситуация, что вы перестали привлекать своего мужа. Я полагаю, что это очень и очень важный момент. Потому что он, этот момент, является здесь ключевым. Далее, вы говорите о том, как вам дальше жить. И воля-неволе, возникает вопрос. А что? Смысла жизни вы не видите, получается? Нет. А как же ребенок ваш? Ведь он по-преднему нуждается в вас. Он по-преднему хочет, чтобы вы были с ним. Почему вы не считаете ребенка достойным смыслом жизни для себя? Вот. Попробуйте ответить на этот вопрос. Мне кажется, что это очень и очень важно, чтобы вы постарались себе на него ответить, на эти вопросы. Ну, просто потому, просто потому, что по-другому нельзя. Просто потому, что не получится по-другому. Далее. Далее к вам будет у меня такой еще вопрос. Смотрите. Вы говорите о том, что не знаете, как дальше жить. То есть, как бы, получается так, что вы не можете жить без внимания своего мужа, точнее. Так, оно правильнее будет. Без внимания своего мужа. Вы жить не можете. Занекает вопрос. Получается, вы потеряли свою самодостаточность? Получается. Ну, как это видится мне, если вы не можете без внимания мужа, если даже ребенок вас не отвлекает и не стимулирует на то, чтобы вы жили для него, жили для него. Более самостоятельные, да, более, как-то вот, более правильно, более обособленно, да. Так, если вы двигались, ну, двигались в сторону обособления, например, от своего мужа. Этого вы не делаете. Этого вы не делаете. А вместо этого, это того, чтобы двигаться в сторону обособления, вы, получается, сейчас теряетесь. Вы теряетесь из-за того, что ваш мужчина перестал обращать на вас внимание. Может быть, он потому и перестал обращать на вас внимание, что вы стали больше внимания уделять кому угодно. Кроме него, кому угодно, кроме себя, например. Вот так еще может быть, так еще может ситуация складываться. Что ваш муж увидел, что вы себя в некоторой степени обесцениваете. Из-за этого стал обесценивать вас, к сожалению. Да, это не очень приятно, мягко говоря, но такова реальность. И вопрос, который я вам хотел бы задать, заключается в следующем. Почему вы позволили себе себя обесценить? На мой взгляд, это очень важный вопрос, на который вам обязательно нужно ответить. Чтобы понять, что изменилось. А пока вы не отдаете себе отсчета в том, что вы делали, ребята. Итак, пока вы задаете нам вопрос, как вам жить дальше, я полагаю, что вы находитесь в зависимости от мужа и, возможно, от ребенка не совсем самостоятельны, не совсем самодостаточны. И мужчина, естественно, теряет к вам интерес. Это нормально. Потому что он все-таки хочет видеть с собой женщину. Он хочет видеть с собой человека. А если вы вся в ребенке и растворяетесь в нем, то... Да, и это делает вас измотанной, несчастной и так далее. То откуда же ввется здесь к вам уважению? Неоткуда. Поэтому это нужно учитывать тоже. И если мы говорим о том, как вам дальше жить, то я полагаю, что самым правильным ответом будет определить для себя собственные цели. Это вот самое правильное, что вы можете сделать. Определить для себя собственные цели, которые нужны вам. Именно вам. Не мужу. Не ребенку. А именно вам. И вот уже непосредственно с этими целями и работать. Вот уже непосредственно с этими целями и разбираться. Вот это и является тем правильным поведением, которое вы можете реализовывать. Ну а если вам понадобится помощь, то мы с радостью вам поможем. Каждый из нас. Вы главное не отчаивайтесь. Вспомните, что ребенок это не конец света. И что жизнь на нем не заканчивается. И что помимо ребенка есть еще и вы. И что о себе забывать нельзя. В любом случае. И что если вы о себе забываете, то о вас постепенно забывают другие. Вот. Не забывайте об этом и возможно придется работать над вашей самооценкой. Но для начала, для начала нужно понять, что изменилось. Либо дополните свой вопрос, либо напишите в личику, понравившемуся вам эксперту, чтобы с ним поработать. Ну а вот то, что вы можете сделать уже сейчас, это подумать, какую роль вы выполняете чаще всего. То есть, какую роль вы замечаете в наибольшей степени. Я думаю, более чем уверен, что наибольшая степень роли, которую вы замечаете, это именно мать. А нужно не матерью быть, точнее не только матерью быть, а нужно быть и своей жизненной, и человеком. Вот. И пытайтесь подумать, что вам мешает это сделать. Какие трудности на этом пути у вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.